Пайтон обошел C и Java и делает упор на эко-технологии. Остается ли бесплатная версия? Да, про это уже рассказывали из каждого утюга. Все бы хорошо. Написал и написал. А мы сравниваем ноутбук и игровую консоль на минуточку. По майнингу биткоина. Признавайтесь, кто купил? Стала доступна 17-я версия нашего любимого языка Java. Здрасте, я Леша. Очень приятно. Позвольте вам также представить мою мышку. Славный малый. У вас лайка не найдется? Не просто так. Я вам новости расскажу. Ведь это MGC News. Формат, где мы расскажем вам все самые интересные новости из мира Java. И не только. Коротко, ясно и доступно. Let's go! Amazon анонсирует ежегодную конференцию AWS ReInvent 2021. Темами мероприятия становятся стратегии развития Cloud Platform, IT-архитектура, инфраструктура и безопасность. С основным фокусом, конечно же, на продуктах AWS. На саму конференцию запланировано 1500 технических сессий, выступления про партнерские решения в Amazon Облаке, тренинги, презентации и многое другое. Презентации и выступления топ-менеджмента компании будут проводиться в прямой трансляции. Проходить мероприятие будет с 29 ноября по 3 декабря в Лас-Легасе. Но доступна и бесплатная онлайн-трансляция. Также в примечаниях отмечено, что, регистрируясь, вы подтверждаете, что на момент проведения мероприятия вам уже есть 18 лет. Либо ожидается контент не для слабонервных, либо в какой-то комнате будут транслировать игру в покер. Самым правильным решением будет выяснить это самостоятельно, так что прыгай в описание, переходи по ссылке и регистрируйся. 14 сентября 2021 года стала доступна 17-я версия нашего любимого языка Java. Примечателен этот релиз тем, что он имеет долгосрочную поддержку, то бишь LTS. До этого последняя LTS-версия была Java 11, которая вышла 3 года назад. Кроме того, Oracle заявили, что впредь LTS-версии, которые будут иметь как минимум 8 лет поддержки, будут выпускаться раз в 2 года, а все не-LTS-версии будут поддерживаться не более полугода. Таким образом, следующий LTS-релиз ожидается в 2023 году вместе с Java 21. Вы это уже точно где-то слышали, но давайте еще раз пройдемся по тому, что уже сейчас можно использовать Java 17. Первое. Это восстановление всегда строгой семантики чисел с плавающей точкой. Теперь все выражения с плавающей точкой вычисляются строго на всех платформах, и разницы между строгой семантикой и семантикой по умолчанию больше нет. Таким образом, ключевое слово strict.fp больше не имеет эффекта, и при его использовании выдается предупреждение. Второе. Это sealed-классы. Ключевым словом sealed можно пометить класс или интерфейс, если нужно ограничить список его наследников. Список можно указать явно, перечислив все наследники с помощью ключевого слова permits. Либо он выведется неявно компилятором из всех задекларированных наследников в текущем исходном файле. Третье. Паттерн-мачинг для Switch в превью-моде. Теперь оператор Switch поддерживает не только простые тесты на равенство с константами примитивов, перечислений и строк, но и тесты по паттернам. Ну и четвертое. Улучшенный псевдослучайный генератор чисел. В Java 17 появился новый пакет Java Util Random с новыми интерфейсами и реализациями генераторов псевдослучайных чисел. Кроме того, список генераторов ограничен не только теми, что предоставлены самим JTK, но и являются расширяемыми. Предоставить свои или сторонние реализации можно через механизм Service Loader. API апплетов и Security Manager теперь стали помечены как подлежащие окончательному удалению, а механизм RMI Activation теперь удален окончательно. Здесь, кстати, можно отметить то, что компания Pivotal недавно сообщила на конференции SpringOne, что Spring Framework 6 и Spring Boot 3, запланированные на конец 2022 года, будут работать на Java, начиная от 17-й версии, что еще раз стимулирует нас к обновлению. Сейчас это может показаться слишком агрессивным решением, говорят в компании, но следует помнить, что это произойдет еще лишь только через год, и к тому времени 17-я версия полноценно заменит 11-ю. Однако те, кто не захотят обновляться, могут продолжать использовать Spring Framework 5.3 и Spring Boot 2, которые все еще будут поддерживаться какое-то время. С такими быстрыми темпами релизов Java 18 уже точно не за горами. Интересно посмотреть, что уже будет включено в релиз Java 18, который запланирован на март 2022 года. Список следующий. CLI – инструмент для запуска простого веб-сервера с минимальной настройкой и работающего только со статическими файлами. API – для доступа ко внешней памяти, чтобы программы могли взаимодействовать с кодом и данными вне среды исполнения. UTF – как стандартная кодировка. Кто уже успел обновиться на Java 18, пишите об этом в комментариях, как вам опыт ее использования. Поделитесь. Крупнейший сбой для Facebook с 2008 года произошел 4 октября. Работа сайта Facebook и его дочерних сервисов Facebook Messenger, Instagram и WhatsApp была прекращена более чем на 7 часов. В результате сбоя поток пользователей хлынул в другие сервисы, которые в свою очередь также стали перегруженными и падали. Причиной сбоя стало изменение конфигурации на основных роутерах, которые координируют обмен трафиком между дата-центрами. Некоторые аналитики считают, что этот сбой и вообще все подобные сбои последних годов демонстрируют, что концентрация большой части мировых коммуникационных сетей в руках нескольких глобальных компаний может обернуться проблемой. Как результат, Марк Цукерберг потерял 6 миллиардов долларов из-за падения акций компаний более чем на 5%. Не знаю, повлияли ли на это события последних лет и в целом достаточно тухлая репутация Facebook, но в сеть начали активно просачиваться слухи о планируемом ребрендинге компании. Ожидается, что он на вивезденях будет рассказан на конференции Facebook Connect 28 октября. Скорее всего, идея ребрендинга будет заключаться в позиционировании Facebook как одной из компаний-холдинга, куда попадут и другие продукты компании, такие как WhatsApp и Instagram, поскольку в компании планируют сильно сфокусироваться на AR-VR технологиях и избавиться от лейбла компании, которая делает социальную сеть. У Facebook уже есть более 10 тысяч человек в штате, которые работают над AR-технологиями, и их количество в скором времени только увеличится. Буквально через несколько дней узнаем подробности. Впервые Python обошел C и Java и занял первую строчку в рейтинге популярных языков TO, тем самым став лишь третьим языком, который когда-либо возглавлял индекс за 20 с лишним лет его существования. Рейтинг составляется на основе запросов касательно языка в поисковиках типа Google, Yahoo, Bing и Wikipedia. Python отличается хорошей экосистемой, простым использованием и огромным множеством библиотек. Ожидается, что Python удержит лидерство, хотя возможны перестановки C в следующих месяцах. Сейчас же первые три вместо рейтинга выглядят так. Python с рейтингом 11,27%, C с рейтингом 11,16% и на третьем месте Java с рейтингом 10,46%. Стив Возняк, сооснователь компании Apple, анонсировал запуск нового космического стартапа совместно с Алексом Филдингом под названием Privater, который, как говорит Стив, отличается от других и делает упор на экотехнологии. Вообще, темп развития сектора космических разработок намного увеличился с момента, когда доступ к нему дали частным компаниям. После успеха криптовалюты VOSX от Возняка Стив решил инвестировать в космос, но при этом использовать только экологические технологии. Управление космическим пространством становится все более горячей темой по мере того, как все больше и больше космических аппаратов и спутников запускается в космос. Но только четверть из них все еще в рабочем состоянии. Из-за частых разработок ожидается, что количество запущенных спутников в концу года будет в два раза больше предыдущего и увеличится в 10 раз к концу ближайшего десятилетия. Миссия компании Возняка звучит так. Сохранить космос в безопасности и сделать доступным для всего человечества. И лишь недавно вскрылись подробности. Кажется, компания собирается заняться очисткой орбиты. Сама задача очень важна, но есть одна небольшая проблема. Никто сейчас точно не знает, где находится космический мусор. То есть сейчас мы не можем дать большую точность, чем разброс между тремя и четырехстами километрами на каждый объект мусора на околоземной орбите. Private Air собирается решить эту проблему. Кроме того, оказалось, что это не единственная задача компании. На самом деле, план заключается в том, чтобы построить Google Maps только для космоса, что бы это ни значило. Опасность космического мусора действительно существует. В мае астронавты на МКС обнаружили 5-миллиметровую дыру, оставленную каким-то пролетающим мусором в одном из рукавов модуля. Хотя сам рукав функционировал нормально. Private Air запустят свой первый космический аппарат Pono 1 11 февраля 2022 года, набитый сенсорами и камерами. Аппарат будет на орбите 4 месяца, затем его вернут назад. Pono 2 запустят к концу апреля. Ну что ж, ждем результаты их запусков и пожелаем успехов! Докер в последнее время продолжает нас радовать новостями, как хорошими, так и плохими. Так вот, случилась революция в мире докер-композ, который теперь, начиная с версии докер 3.4.0, развалился аж на две команды – докер, пробел, композ. Как видно, главное нововведение состоит в том, что композ стала частью команд самого докер, вместо полностью выделенной утилиты. В то же время, всеми известный и добрый докер-композ одной командой забрасывать пока что никто не собирается, и старичок будет поддерживаться еще некоторое время. Пока что новый композ не вышел в General Availability, по крайней мере до тех пор, пока новый механизм не будет включен в стандартные механизмы инсталляции для Linux. Когда статус GA будет обретен, старая версия будет включать уже только security апдейты. Говорят, весь переход будет безболезненным и максимально комфортным, но пока без четких дат. Так что ждем, надеемся и верим. Не сказать, что у нас чешутся руки запускать композ по-новому, но стремление к унификации и порядку радует. Не самая свежая новость, но между тем крайне важная. Скажем честно, что-то мы такое предчувствовали уже достаточно давно, когда докер начал активно искать варианты по монетизации. Ну и вот, наконец-то оно случилось. Компания выпустила новое лицензионное соглашение для десктопной версии своего продукта, которое включает в себя обновленные пользовательские подписки. У нас появится подписка Dock Your Business, которая рассчитана на достаточно большие компании и стоит аж 21 доллар на человека. Можно представить, какие это могут быть дополнительные затраты для компаний, где работают десятки тысяч человек. Остается ли бесплатная версия? Да, но только для сильно ограниченного списка лиц. Для маленьких компаний до 250 человек и оборота меньше 10 миллионов долларов, для персонального использования, в образовательных учреждениях и для опен-сорс проектов. До 31 января 2022 года будет время решить для себя, использовать или нет докер в своей работе и дальше, пока работает льготный период. Одно точно, некоторые компании уже начали искать обходные варианты, например, в замене десктопной версии докер на подман. Ну что ж, как обычно, будем посмотреть, что из этого выйдет. Вот и случилось. Компания Microsoft наконец-то выпустила новую версию своей операционной системы под номером 11. Мы не будем детально описывать, что изменилось в новой версии системы, потому что про это уже рассказывали из каждого утюга. Стоит только сказать, что изменения затрагивают новый пользовательский интерфейс, новый дизайн меню пуск, почти полностью переработанные в Windows Store, виджеты, полная интеграция с Teams и куча всяких маленьких других ништяков. Поставить новую версию OS может быть не так и просто, из-за достаточно скудного количества поддерживаемого харда. Так что если у вас компьютер в трехлетней давности, то шансы сделать апгрейд сильно уменьшаются. А некоторые обладатели новых ноутов уже скоро могут получить 11-ю винду, преинсталлированной сразу после покупки. Не обошлось и без некоторых косяков. Так, пользователи на процессорах Ryzen заметили сильное снижение производительности. Сообщается, что проблемы две. Одна касается того, как OS работает с кэшом третьего уровня. Второе, OS не может выделить для задачи самое производительное ядро процессора. Так или иначе, фиксы уже в пути, и скоро все будет починено. Обладатели Ryzen вздохнут спокойно. Кто уже обновился на новую версию, как вам? Пишите об этом в комментариях. Не так давно было совершено интереснейшее публичное открытие. Голландец Фрэнс Босс уже достаточно давно владеет кемпингом. И чтобы не заниматься ведением бизнеса на бумаге, в 1985 году он приобрел компьютер Atari ST1040. Под него он написал свой софт, чтобы управлять своим кемпингом и регистрацией гостей. По тем временам машина была огонь. Целый метр оперативной памяти, 16-разрядный процессор Motorola 68-00, 16 цветов на экране. Все бы хорошо, написал и написал, но софт и компьютер до сих пор используются и сейчас. А Франц нарадоваться не может со своей машиной и предпочитает ее любым современным аналогом. Загружается компьютер мгновенно, не глючит. Софт работает идеально, работает месяцами без всяких проблем. Ну и зачем делать какую-то замену? Согласно исследованию Кемприджского университета, Россия находится на третьем месте в мире по майнингу биткоина. Снимает она это место с целыми 11,23% мирового хешрейта. Кто же тогда на первом месте, спросите вы. Первое вроде как всегда стандартно. Это США с 35%, а вот на втором месте казахи, которые имеют аж 18%. Не очень понятно, как обстоят дела в Китае, потому что информации об этой стране в исследовании нет вообще. И, надо полагать, доля у него может быть даже самой большой. А в России с возросшими запросами на электроэнергию справляются не везде. Например, в Иркутской области губернатор уже начал жаловаться на майнеров, поскольку потребление энергии возросло на целых 60%. И если не предпринять меры, то в скором времени могут начаться перебои с электроснабжением. Надеемся, что без электричества никто не останется на фоне того, как биток продолжает активно расти. Apple представила свои новые макбуки, которые поменяли дизайн и теперь оснащены их топовыми процессорами M1 Pro и M1 Max. Абсолютно не краснее в компании убрали Touch Bar, вернули несколько портов и карт-ридер, старую клавиатуру, а также добавили челку на экран. Сами ноутбуки стали не только больше и увесистее, но еще и дороже. Основная фишка ноутов в обновленном процессоре, который просто рвет на части всех ближайших конкурентов. Некоторые энтузиасты уже начали сравнивать статические цифры и пришли к выводу, что топовый M1 Max с 32 графическими ядрами быстрее процессора, установленного в PlayStation. А мы сравниваем ноутбук и игровую консоль на минуточку. Не обошлось и без новых аксессуаров. В магазине была выставлена тряпочка для протирания экрана, которая, между прочим, раньше входила в коробку с маками за целых 20 баксов. В Европе 25 евро. И сразу же стала невероятным хитом. Сейчас тряпочка уже распродана, и ближайшие даты поставки скатываются в декабрь. Признавайтесь, кто купил. Ну а мы лучше подождем первых покупателей новых ноутбуков и уже настоящих тестов производительности. Ну что ж, обновляйтесь на 17-ю версию Java, делитесь впечатлениями от Windows 11 и смотрите, не выкиньте по ошибке тряпочку за 20 баксов. Мое сердце этого не выдержит. С вами были MGC News. Подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки. Надеюсь, вам было интересно. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok